Доброе время суток, друзья! Боевая провинция приветствует вас! Интересного бойца будем смотреть 7 ноября во втором сезоне суперсерии. Это Наой и Наой, ребята, который умудрился два боя завершить за какие-то, не знаю по времени, не помню, три что ли раунда или за два раунда. Очень быстро расправляются с вами соперниками и качество нокаутов еще я не видел. Бойцов, которые именно... Нокаутеров-то много было, но именно качество нокаутов никто еще не показывал. Единственное, как бы Майк Тайсон был интересен. И вот этот такой же только в маленьких весах боец. Так, на сегодняшний день, ребята, этому бойцу пока в его весовой категории, я считаю, нету равных пока, правильно? Хотя и бойцы сейчас и выше его все, как бы и побольше, даже вот этот Данейр тоже и выше Инаоя, и Родригес был выше. Если был бы Тите или Тети, как там, тот вообще бы был на порядок выше, правильно? Но его это не останавливает, он все равно их нокаутирует. Посмотрите, он что сделал с Родригесом, с бойцом, на которого некоторые... Ну, некоторые люди, некоторые любители бокса возлагали очень большие надежды. Ну, получается то, что ошибались, друзья. Так, ну, с чего начнем, ребята? Начнем с Барнета. Боец пожилой, 36 лет. Боец, как бы, не обладающий уж очень сильным нокаутирующим ударом. По статистике, 40 боев, 26 нокаутов. 5 поражений, из них 1 нокаутов. То есть, боец, ну, крепенький, но все равно уже можно его, значит, нокаутировать. Нокаут, как он получил? Полез в размен, ребята, правильно? С Уолтерсом, по-моему, не помню. Не помню, честно говоря, врать не буду. Но именно в размене он, значит, действует не на высшем уровне, получается, правильно? Хотя и любит там поразмениваться, как мы и видели, с Барнетом. Но Барнет, это боец совсем другого плана. Барнет, это боец, который, ребята, не нокаутер, который работает на дальней дистанции в основном. Ну, может на ближней поработать, но именно для того, чтобы, как бы, отстреляться, отбиться и снова уйти на дальнюю. Потому что, ну, без нокаутирующего удара на ближней дистанции, ребята, очень тяжело. И, а работа на дистанции у Донеро, ребят, как мы увидели, с тем же Барнетом, она желает лучшего. Ну, в связи с возрастом, в связи с многими, с какими-то причинами, не столь важными. Но Барнет вчистую, как бы, с дальней дистанции перекидывал, перестреливал и попадал. И блок не крепкий у филиппинца, как бы. И единственное счастье он находил с Барнетом, когда прижимал его где-то к канатам. И вот именно на средней дистанции начинал разбивать, разбивать. Но он не боялся, ребята, Барнета, так как, еще раз повторюсь, Барнет не был нокаутером. А что с Анауи делать ему, друзья мои? Давайте с вами подумаем. На дистанции и Анауи неплохо, очень хорошо. Именно на ударной дистанции, такая средне-ближняя дистанция, ближняя, средняя. Ну, может, дальняя. Он умеет на всех дистанциях работать, все чередует. У него хороший защитный блок. То есть, если когда какая-то опасность, он может поставить блок, боец отработает, отпрыгивает назад, он дальше начинает работать. Даже не могу каких-то причин найти, упираясь на которые Данейр может что-то сделать с Анауи. Хотя и провести, допустим, все 12 раундов, не быть нокаутированным, потому что от Барнетта-то он хороший удар и попадал. А если он начнет вдруг попытаться разменяться с Анауи, то сами прекрасно понимаем, что будет с Анауи размениваться. Даже Родригес, крепыш Родригес просто сломался. Анауи просто так зол был на него, что сломал его. В голову сбил его, в корпус сбил его. То есть, ну, видно то, что мощь такая, хотя кулачонки-то очень маленькие. Есть такие люди, феномены, ребят. И погонял он монстр. Когда первый раз я его увидел, услышал, ребят, и увидел. Думаю, ну что за монстр? Опять, наверное, чудят эксперты, да всякие аналитики, да как любят боксеры себя называть. Там крашеры, монстры, думаю, начинается, блин. Посмотрел, думаю, ни хера себе. Действительно интересный боец. Так, и на чем, ребята, остановились? На чем остановились? Ну, по Инауи я очень много не буду говорить, ребята. Дальняя дистанция хороша. Ближний клинч не новинка. Да ему даже клинчевать не надо, ребят. Удар жесточайший, тяжелый удар. Единственное, что вспомнил, друзья. Он где-то, я слышал, говорил, то, что именно с этим бойцом, с Данером, он хочет показать качество, качество не монстра, а качество как бы технаря. Технаря в боксе. Он говорит то, что я хочу показать, что я не только разбиваю и убиваю своих оппонентов, а могу работать, обыгрывать, переигрывать их в течение всего боя. Вот, может, на это можно упереться и как бы, ну, это опять слова Инауи. Может, сила удара не подрассчитает, да, Саданёв Данеру, правильно? Может же такое быть, может. А так как вот по его словам, если он нас не обманывает, как бы, не пускает пыль в глаза, то он может, значит, боксировать, ребята. Может и отбоксировать все 12 раундов, если захочет. Потому что они относятся друг к другу очень хорошо, без злобы, без всего. Инауи видно такой порядочный, как бы, ну, может, опять ошибаюсь, ребят. Потому что они же показывают одно, мы на это упираемся. То, что вот высказывание, то, что уважают Данейра. Данейра там высказывается хорошо, а Инауи. Мы на это ведемся, думаем, бойцы сейчас будут какой-то бокс показывать. А сейчас Инауи выйдет, вот как хренакнет его, как Родригес. И все, на этом бокс кончится. Но я, вот именно вот этот бой, ребята, Данейра пожилой, я бы хотел посмотреть его все 12 раундов. Не потому, что Инауи слаб там стал, или удар у него слаб же. А из-за того, что именно Инауи подтвердил свои слова и просто побоксировал. Показал нам, мне хочется посмотреть красоту боя этого боксера, именно Инауи. Потому, что мы не успеваем за один раунд ничего увидеть, ребят. Видим, да, человек профессионал, человек заходит, сломает своего оппонента, разобьет, забьет. Это безусловно, это высшее достижение в боксе. Это нужно, никаких претензий к этому нет. Но именно хочется, чтобы как бы именно... Был бы другой боец, допустим, Тетия, правильно? Только там, да, было бы красиво, если Инауи хлопнул бы, его там попало в первом, втором раунде, без вопросов. А мне вот этого Данейра просто жалко, ребята. И хотелось бы, чтобы они как бы побоксировали. Но это мое мнение, вы-то, конечно, не знаете. Вам-то, может, хочется, чтобы он в первом раунде уложил. Поэтому вот такое, ребята, вот такое мнение на бой я выразил. Ну, ничего нового, я думаю, не сказал. Все об этом знают, противостояние. И, конечно, все ждут победы Науи и Науи. И, безусловно, хотя он и в этой весовой категории как бы маловато, ребята. Но хотелось бы, чтобы он еще подраскабанел и прыгнул еще в одну весовую категорию, в полулегкую, да. И посмотреть его бы там, как его вот сила удара смог ли он там остановить таких вот мощных уже соперников. Потому что те, кто в полулегким, если Науи натянет на себя вот этот вес, правильно, то те, кто в полулегким, они как бы, если не будут гонять, они попадут в легкий вес, правильно. Они же гоняют много. Ну, ладно, это все, ребята, все лирика. В этом вечере будет, в этом, по-моему, вечере будет брат его, Такиши и Науи будет драться, ребят. Ну, это уже не тот боец, ребята, не того уровня. Хотя, видите, и братья и тренируются, как бы, думаю, вместе, да. А бойцы, видите, и он может даже проиграть его брат. Не следим за ним, конечно, пока. Ну, посмотрим. Все, удачи, друзья. Подписывайтесь на Боевую провинцию. Сегодня на Боевой провинции 2. Возможно, ребята, постримим. Потому что вчера сына отвозил в Саратов. Хотел вчера постримить, но не было времени. Удачи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok